Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Kingdom.com Так, нам нужно отсюда сматываться Здесь нам пока делать нечего, ребята, и нужно нам, знаете что? Прошмонать здесь все, что мы здесь вообще можем взять? Так, щит с гербом Если вы воруетесь, убедитесь, что вас никто не видит, но даже продать краденое будет не так-то просто Вам сойдет с рук продажа краденого яблока Но если вы украдете что-то ценное и торговцы опознают эту вещь, скоро об этом будут знать все округа Старайтесь воровать, чтобы вас никто не видел Понятно Так, что у нас тут? Дальнобойная стрела, 6 штук Ну давайте заберем их тоже к себе Мало ли где-нибудь лук с вами надыбаем и будем потом пим-пим-пим расстреливать всех Так, что у нас тут еще? Алибарды мы не можем взять Короче, ничего такого у нас нету Так, а ящики мы эти с вами вскрыть не можем, ребята По той причине, что нам нужны с вами отмычки Отмычки, я так думаю, что должны в принципе продаваться у торгаша Нет, по-моему мы неправильно идем с вами, кажется, да? Он у нас где-то на площади должен сидеть Давайте-ка мы сейчас туда с вами побыстрее Вот здесь вот Где-то здесь у нас должен быть торгаш Где он? Вот он, по-моему Ватава А ну-ка давай-ка, Ватава Доброго тебе дня Торговать Мы можем поторговать? Если у тебя есть гроши Так, вот они, ребятушки, я вижу отмычки Так, тут еще карта сокровищ даже есть какая-то Смотрите-ка Так, 10 штук у него Давайте возьмем, наверное, вот так вот Две с вами Я должен ему 36 монеты заплатить Так, сколько стоит? 9 и 9 Это будет 18, да? 20 почему-то Хм Ну и стрелы давайте тогда все продадим Фиг с ним О! Должно в принципе у нас хватить Так, проверяем корзину Заключаем сделочку Ну что же, отмычки у нас есть, ребята Теперь пойдемте и попробуем взломать замок на ящике Естественно, сейчас мы можем ломать только те замки, где у нас легко Где сложно, ничего у нас не получится Так, подождите, я правильно иду? Все правильно Так, ну а ты-то куда идешь, старый пердун, а? Дай мне пройти Не-не-не-не-не-не-не-не Только не сюда Зачем ты сюда пришел? Так, смотри-ка Ну я пока здесь еще ничего не свистнул, ребята Так что я чист Хотя нет Два щита я все-таки стырил Но я думаю, что он их не увидит Ну? Смотрите-ка Пошел, пошел, пошел Иди со своими делами Гэндальф Он похож на него Так, закрываемся, ребята Чтобы нас никто не увидел Нам же написали, что надо все это аккуратненько, ребята, делать Вскрываем замок Очень легко Я думаю, что должны без проблем Кстати, единственное, что знаете, что меня интересует? Нас ведь не обучали этому делу И что я тут должен сделать? Так, новое знание слесарь Так, указатель, указатель Повернуть замок Повернуть замок Ну и что мы тут должны... Как мы должны его вообще повернуть-то? Так у меня ничего не получается Слушайте, что за... Погоди-ка, а вот это что значит? Смотрите Желтым что-то обозначается у нас Так, только вот в этой вот части почему-то Ага, понял Так, значит, на Б мы поворачиваем с вами И мышкой заодно ведем Так-так-так-так-так-так Ай! Чуть-чуть не хватило Я надеюсь, отмычки здесь не ломаются Вскрыто! Ух! Шикарно! Кольчужный воротник Все забираем, ребята Все, что здесь есть Надеюсь, вы помните, для чего нам это нужно Стражник нам в прошлой серии сказал Если бы он увидел бы рыцаря, например, в таких-то доспехах Он бы, возможно, его пропустил Так что нам сейчас, естественно, нужно будет переодеваться в рыцаря И попробовать А, нет, нам еще нужен будет конь Ладно, с этим мы с вами разберемся попозже Сейчас нужно нам переодеться Так, как у нас там инвентарь? Отлично Так, у нас доспехи Кольчужный воротник Вау! Так, легкий подбитый доспех Перчатки охотника Боцы нет Простой Так, стеганный койф Ух ты! Вот это мы приоделись с вами Так, узкие оливковые шоссы Так, а что нам нужно? А, вот Украшенный красный Одели И нам Блин, чего-то не хватает Мне такое впечатление, что мы что-то не додели на себя Зеленая рубашка Ну, это фигня У него всего одна защита Нафиг она нужна? Это, по-моему, наша даже первая одежда Что мы здесь можем Еще надеть? Красный капюшон Нет, это ерунда все полная Так, меч Меч надо взять, ребята Оруженосца Вот так вот Ну и вроде бы как все Больше мы ничего не сможем с вами надеть Так, главное, что мы переоделись Вот Что и требовалось нам сделать, ребята Так, теперь нам нужна лошадь Это вот здесь у нас, помните, да? Стояли лошади Нужно забрать Я вот только единственное Не знаю, как Можно здесь выйти Это, ребят, на всякий случай Потому что мало ли что Если тебе понадобится А, понятно Про фляги эти Это шнапс Шнапс, ребята Я трачу на то, чтобы записаться Можно было бы в любой точке Потому что если я провалю задание Или еще что-нибудь Я могу перезаписаться Но всего три записи Делается Так Где лошадь-то, елки-палки Сесть на лошадь Или украсть ее Мне нельзя воровать Иначе будет финиш Просто, ребята Мне нужна, по идее Моя лошадь Личная Она должна стоять здесь Но почему-то вот это вот Похоже на мою Так, ну-ка в журнале Что у нас тут? Я должен взять свою лошадь Скалиться далеко отсюда Ну, явно это не моя Может быть Вот это вот моя Нет, тоже воруем Вот она Сесть верхом Хе-хей Моя родная лошадочка Все Давай выходить отсюда Выбираться Я надеюсь Тут никто не поднимет Кипишняк Из-за этого Что я Мало того, что я Ограбил их тут, да Я еще Не, ну лошадь-то моя Елки-палки В конце-то концов Так, теперь нам нужно Найти ворота Где у нас они находятся Ага, вижу Прямо передо мной Блин, я тут боюсь Кого-нибудь Нечаянно задеть Задавить Иначе тут Кипишняк поднимется Наверное Так Окей Все у нас получилось Ну что На этот раз Ты меня пропустишь А, стражник Я Переоделся Ты меня не должен узнать По идее Не открывает Гат ворота Надо, наверное С ним потолковать По душам Поговорить Естественно Доброго тебе здравия Мне нужно выбраться отсюда Тогда я боюсь Тебе не повязать А, ясно Ладно Но если ты хоть Кому-нибудь Расскажешь Обо мне Нет Я никому Ничего не расскажу Эй Открой ворота Да неужели Ух Ребятушки Вот теперь Я поскочу В скалицу Так Единственное Мне хотелось бы узнать Где эта скалица Находится Так Тарнберг Это понятно Здесь мы с вами находимся Так Задача выполнена Заполучи лошадь Покинь замок И доберись До скалицы Это моя Основная задача Сейчас в данный момент И Выполнил Выбраться из замка Блин Все таки Как тут красиво Ребята Ой Я по-моему Не туда Еще и Помчался Ну-ка Можно быстрый переход Сделать Сейчас ты не можешь Использовать Быстрый переход Слушайте Интересно А что для этого Нужно Чтобы можно было бы Использовать Быстрый переход Да Я хочу Но не могу Потому что Мне не разрешают Очень интересно Так Ладно Ребята Мне нужно Совсем На другую Дорогу По идее Вот сюда Это мне нужно Развернуться И вот по этой дорожке Скакать До самой Скалицы Вот сюда Мы ставим с вами Маркер Так Вот здесь Короче Нужно повернуть Я так понимаю Вот здесь Да По этой дорожке Мы с вами Будем В принципе Идти как надо Да Тропинка Дорожка Мы будем Придерживаться Именно Ее Блин Интересно Я смогу Щиты Носить Тоже Или нет В данный момент У меня только меч Так Не кричи Там Так Ну нам же Не на мост Нужно Нет Нет Не на мост Все нормально Ребят Двигаемся Вот тут Блин Все таки Как тут Красиво А ребят Мне же Что то так Захотелось В деревню Речушка Тут у них Протекает Ива А может быть Это не Ива Фиг знает Неужели Мне весь этот Путь Придется На лошадке Скакать А Там Довольно Далеко Так Что тут У нас Блин Мне вот это Вот непонятно Ребята Почему Вот графика Немножко Не успевает За мной Так Нам бы Хотя бы Добраться До ровной Видите Прорисовка Идет Немножко Позже Не знаю В чем Проблема Все на ультра Стоит Почему Так происходит Не пойму Так Ладно Я узнал Где лагерь Задание Не выполнено Беги Побежал Ты узнал Где точильный Круг Задание Началось Возвращение Домой Также Найди Своих Родителей Задача У меня Ты должен Подождать Меня Здесь Друг Дальше Мне Лучше Идти Одному Это мы Уже Что ли Прибыли Получается Нет Так Индра Что ты Тут Выискиваешь А Тут Слишком Все Целенько Кажется Кажется Они Ушли Ага Метчик Только Не говори Что ты Сейчас Пойдешь Пешком Точно Ребята Ломанулся Ну я Все равно Здесь Сделать Ничего Не могу Так Уж По сюжету Задумано У меня Оказывается Даже Два Меча Один Пана Рацига А другой Мой Ё-моё Охренеть Так А вон там Я так понимаю Замок Наш Замок Поэтому Нам нужно Идти Именно В том Направлении Так Начата Задача Найти Своих Родителей Ну в принципе Я понял Игра Сохранена Вот это Хорошо Что Сохранена Мне Не надо Для этого Тратить Шнапс Так Наверное Нам Все таки Вот по Этой Тропинке Надо Будет Идти Да Ребята Так Мы Кстати В ровне С вами А Идти Нам Вот Сюда Все Блин Довольно Приличное Расстояние Это А А где Моя Лошадь Кто Мне Скажет А Лошадка Вернись Слушайте А как Ее Вызвать Никто Не Помнит Я Помню Что Там Должен Быть Свист Если Мы Посвистим То Она Якобы Должна Примчаться То Какая Кнопка Я Не Помню Надо Посмотреть Ребята Сейчас Секундочку Так Управление Так Лошадь Лошадь У нас Че Это Сесть На нее Это Понятно Так Я Что-то Не вижу Ребята Если Честно Ничего Такого Здесь Нет Че Ну Давай Попробуем Ага Вот Все Так Он Свистит Тоже На Че Лошадь Ты Где Блин Неужели Мне Придется Пешком Уйти А Придорожная Часовня Я узнал Где Так Тихо Это Кто У нас Тут Крестьянин Сидит Оплакивает Видимо Да Чего Вот Тебе Какого Лешего Так Ну Ка Ребята Это Я Не знаю Кто Это Так Но Он Сейчас От меня Получит Наверное Звездюлей Однозначно Ой 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 Выносливость Ребята У меня Заканчивается Так Я Уровень Новый Получил Вовкости Ну Давай Подходи Ух Ты Как Я Ему Сейчас Шикарно Замечательно Ребята Так У него Пол ХП Осталось И Он Уже Ну Что Ох Ты Ткнул Гаденыш Смотрите Ка Еще Отбивается От меня На Блин Вот Так Вот Большинство Людей Не хочет Умирать Поэтому Они Тоже Могут Сдаться После Этого Победитель Может Решить Что С ним Делать Отпустить Их Забрать Их Вещи Или Заставить Их Умолкнуть Навсегда А Это Разбойник Оказывается Ну Давайте С ним Поговорим Так Отпустить Его Без Условий Отпустить Его Разоружив И продолжить Бой Давайте Наверное Его Отпустим Без Оружив Не будем Как говорится Убивать Его Интересно Оставь Оружие И тогда Можешь Идти Согласен Так Тесак Представляете Ребята Он с обычным Тесаком Но это Видимо Разбойник Крестьянины Потому что Даже Если Судить Потому Как Он Был Одет В Каких То Лаптях Я Не Знаю Обобрать Обобрать Так Груша Крендель Ребята Вы Не Подумайте Я Не Вандал Но Все Равно Они Уже Мертвы А Мне Нужно Пропитание Хоть Какое То Согласитесь Так Что Здесь У нас Ничего Абсолютно Так Куда Мне Ити По Этой Дороге Или По Той Видимо Сейчас Я Стою На Правильной Дорожке Побежали Так Смотрите Кто Там Вдалеке Еще Один Разбойник Блин Такое Небо Хмурое Дождь Ливень Прям Сами Небеса Плачут По Скалице Повязка Вот Повязка Это Хорошо Ребят Потому Что С помощью Повязок Мы Можем Себе Залечивать Раны Слушай По моему Это тот Чувак Которого Мы с вами Отпустили Или Мне кажется Ну По крайней мере Оружия У него Нет Это Точно Что Он меня Не Видит А Увидел Побежал Ломанулся Олух Так Морков Сушеные Фрукты Смотрите Вся Дорога Просто Усыпана Трупами Гроши Один Грош Заберем И Хрен Так А тут Что Крей О Топор Нашли Не Ну Конечно Если бы У меня Сейчас Была бы Лошадь Я бы В разы Быстрее Были Двигался Ну Ну В то же Время Бы Не Смог Бы Вот Здесь Собирать Все Что Лежит Так Калачиком Хлеб Хрен Я не знаю У нас тут Есть Какой Немит По Весу Или Нету Ох Ты А это Что Такое Господи Это Ж Углежок А Помню Помню Ребята Мы у него Покупали Уголь Для Отца Для Кузни Чтобы Могли Доделать Свою Работу Да Далеко Он Конечно Не Успел Уехать Ё-моё Смотрите Там Даже Чувак На Висельце Висит Так Крендель Яблоко Слушайте Ну Я не знаю Блин Набираю Этой Еды А Нужна Ли Она Мне Таких Количеств Так Что Тут Эй Подожди Не Пой А Кто Кричал То Сейчас Я И Охренеть Ладно Ребята Пойдем Я не понял Одного Сейчас Кто Кричал Эй Я Или Мне Кто Торал Зачем Это Было Нужно Что Им Сделали Эти Бедняки Да Ничего Он Просто Пришел Блин Как Говорится Чтобы Его Боялись Этого Сигизмунда И уничтожил Блин Все Вокруг Урод Ну И Сами Понимаете Наемники У них Как говорится Ни совести Ни чести Нету Так У меня Сытость В принципе Хороша Но Можно Ребятушки Съесть Маленько Да Так Сытость 78 Все Это Съедаем 104 Сытости У меня Ребята Это Очень Хорошо В принципе Так Ну Ка 110 116 Деревни А городские Жители Даже Могут Позвать Стражу Вот Так Вот Слушайте А как Интересно Я могу Уврать Оружие Так Погоди Как Кто-то Опять Сидит Слушай Я боюсь Что это Опять Разбойник Ребята Надо Надо быть Предельным Осторожно Ух ты Ты Смотри Ка Ё-моё С топором Ты Гад Ребят Ну это На разбойник Стопудово Чтоб Тебя На Ах Ты Гад Блин Ребята Лишь бы Не погибнуть Нафиг Ты Сам Свинья На Ай 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 Ой Бедняжка Больно тебе Да мне То нет А вот тебе Я думаю Сейчас будет Очень Больно А Черт Подери Блин Чтоб Его Блин Он Отбивает Мои Атаки Ребят Так Моя Охота Прям В голову Попасть Ах Ты Зараза Вот Так Блин Еще Я махаю Мечом У меня Очень Быстро Тратится Выносность Ребят Практически Моментально Ну А без Выносности Я естественно Не могу Драться Ох ты Ох ты На Ай Промахнулся А мог бы быть Наверное добивающий удар Слушайте Интересно А вот то что я Переел Это Как-то сказывается На моей выносливости Нет А Промазал Дурень На Готов По-моему Да ребят Я его убил Или нет Да Убил Добивание Добивание Все Все Понятно Лук Морковь Я что Сук Буду потом Варить Или так Просто Перекусывать Я представляю Луком Наест Одним Сколько Мне еще Пиликать Это Е-мое Вот это жесть Смотрите Лошади Тут Ребра Кости Фу Мерзко Так Я обнаружил Точку Перехода Ага Практически Уже дошел Ребята Так Что у нас Тут есть Новенького Нет Ничего Так Кожаный Колит Хм Защита Три Так Что еще Рубашки Это фигня Все О Латные Вот это мы с вами Наденем Обязательно Конечно же Я ведь одел их Вот Одеты Льняной Капюшон Да Ну Бред Какой-то Да Мне кажется Или он сверху Уложится Я не пойму Так Что У нас Тут еще Есть Такого Хорошего На нас И так Штаны О Сапоги Все Я в сапогах Не пойму Блин Так Что-то Я вообще Запутался Ребят У нас Когда крестик Стоит Это значит Одета Да Ну-ка Да Получается Так Ладно Тогда мы Надеваем На себя Так Старые сапоги Мне нафиг Не нужны Вот это Мы Одеваем Обратно На себя Кольчуга На теле А у меня нет Кольчуги Ребята К сожалению Здесь Только лишь Льняные Тряпки Льняные Капюшоны Панские Сапоги Легкий Подбитый Доспех Короче Тут Первая Прочность Вторая Сколько У него Осталось Сказать Прочности Вес Ну и Цена Соответственно В принципе Все Ребят Я разобрался Довольно Несложно Так Меч Оруженосца 48 Атаки Ну это считай Лучшее Что у нас Сейчас Есть И то что Мы Экипировали На себя Так Почти Почти Ребята Уже Пришли Почему то Я не могу Бежать Ах ты Ёлки Ты Ребята У меня Перевес Видите Рядом С обжорством Мужичок Сгорбатившись Стоит С мешком Это означает Видимо Перевес Слишком Много Я ношу С собой Так Здесь Я зайти Не могу Ребята Потому что Проход Просто Завален Если Только Идти Вдоль Забора Должен Жен Наверное Еще Быть Какой Ни Проход Да Ведь Ну это В принципе Можно Глянуть По карте Чтобы Как говорится Лишнее Время Не терять Может быть Мы Даже Не в том Направлении Идем А Вот Эта Деревушка Внизу Это По-моему Не Наша Ну Как бы Она Наша Но Нам Ити Не Сюда Надо Или Сюда Да Не Нафиг Нет Конечно Давайте Еще раз Посмотрим Так Отметина У меня Внутри Ага Значит Нам Нужно С вами Искать Вход Я Вижу Здесь Ребята Два Входа Так Получится Нет Нифига Не дают Мне Быстрого Перехода Раз И Два А Здесь Обходить Мы С вами Офигеем Если Так Пойду Лучше Наверное Нам Ити На Дорожку Вернуться Обратно Встать На Дорогу И По Дороге Уже Двигаться Там Будет Намного Быстрее Черт Как же Хреново Что Я Не Могу Бежать А И Расставаться С Добром Не Хочу И Торгаша Никакого Нету Где Можно Было Это Все Продать Сбагрить Так Вот Здесь У нас Заваленное Это Первый Это Центральный Так Скажем Вход Был Так Ведь Да Именно Так И Вот У нас Там Вход Есть Еще Два Входа Всего Лишь Будем Надеяться Что Они Не Заваленные Не Засыпанные Там Чем Нибудь Ребят Иначе Я Тогда Не знаю Как Туда Можно Будет Вообще Нам Попасть И Самое Обидное Что У Меня Нет Лошади Все Это Приходится Делать Пешком И Бежать Я Не Могу И Вражин Наверное Здесь Будет Очень Очень Много Все Так Разбойники Мародеры Господи Обворовывает Трупы Наживается У нас Осень Что Ли Наступила Я так Понимаю Листья Смотрите Полетели Обворовал Ну Это Ради Благого Дела А Этот Ради Наживы Гад Или Нет Что Здесь Происходит Ты Оказался В плохое Время В плохом Месси Ах Ты Ничего Что У нее Там Дубинка Какая Ладно Дубинка У нее Курва Блин Да Куда Опять Залез Какие Кусты Иди Сюда Я Тебя Сейчас Устрою Курва На Курва На Получил По щам Так Новый Уровень Введения Боя Получил Ребята Это Хорошо Иди Сюда Вот Так А Хотел Ударить Мне тут То Было Ну Сам Иди Сюда Ё-моё Почему Я должен Идти Так Новый Уровень Ловкости Я заработал Нарастут Навыки То у меня Потихоньку А Не нравится Не нравится Смотри Что Сдается Гад Слушайте А если Я не хочу Например Оставлять Жизнь Как Его можно Это Прибить Ну Что же Будем Его отпускать Опять Разоружив С оружием Я тебя Не отпущу Положи его на землю И проваливай Что же делать А оружие Это где А вот Дубина Смотрите Еще Подготов Дубина Ребята Представляете Дрался со мной С дубинкой Не с вилой Не с косой Я не знаю Там что еще Он Обычную Взял палку Ага Ребята А вот у нас Кажется Есть Есть Мы нашли С вами Проход Ух Так Теперь Мне нужно Найти Родителей Наш Пристав Он не убежал Как я Он умер С мечом В руках Ты поддерживал Его А он Так поступил С тобой И в конце Концов Ты стал Героем Ты не убежал Не бросил Как я Нам Индра С тобой Уготована Совсем Другая История Так что По этому Поводу Тебе Не стоит Переживать Мы еще С тобой Как говорится Повоюем И прославимся Но Сейчас У нас Немножко Другая Цель Нам Нужно Найти Моих Родителей Так Где Они Что Такое О Нашли Ребят Почему Ты так Поступил Со мной Отец Почему Почему Ты оставил Меня Простите Меня Простите Меня За все В следующий раз Я не убегу Я никогда Больше Не убегу Я найду Того Кто Сделал Это С вами Я запомнил Его лицо Я найду Его Но сначала Я должен Найти лопату И позаботиться О вас Я помню Как ты Сказал Мне Что Хотел Бы Лежать Рядом С Матерью Здесь Под Липой Хотя Хотя бы Это Я могу Для вас Сделать Так Здесь Не могу Не могу Как Медлительно Медлительно Так Двигается Прикимар Кимарнуть Заодно Только Зачем Короче Здесь Ничего У нас Нету Значит Лопата Где-то Внизу Должна Лежать Так Приблизим Ребята Ну Фиг Узнает Где-то Должна Лежать Ну А где Не пойму Мне вот Еще Интересно Что За собака Нет 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 Почему Только Не ты Такое Не должно Было Случиться С тобой Бланка Я найду Это отродье Я найду И клянусь О Ребята Бланка У которого Мы с вами Пивко Забирали Кольцо Бьянки И спасительный Шнапс И я возьму Это на память О тебе Моя любовь Да Слушайте Я хочу Наверное Пройтись Посмотреть Где у нас Там Это Собака Куда Тут Можно Пойти В Какое Направление Я не знаю Куда Еще Могли Они Ее Положить На самом Деле Все Облазил Все Просмотрел Не Нашел Я ее Здесь Весь Этот Закуток Или Маркер Врет Или По карте Просто Неправильно Отмечено Место Этой Лопаты И Только Один Вариант У меня Это Знаете Что Проверить Собаку Которая Там Лает Только Вот Куда Ити Ну Здесь Абсолютно Бесполезно Тут Нет ее Просто Напросто Ее Здесь Нет Ну Что Давайте Тогда Пройдемся Наверное К Псине Единственное Что Я боюсь Как бы Она На меня Не напала Где-то Вот Здесь Нужно Так Слышу Слышу Я ее Опа На Там Еще И орет Кто-то С ней Так Неужели Опять Разбойники Ребят Так Здесь Ничего Нету Тут У нас Везде Тупик Слушайте Такое ощущение Что Или Собака На кого-то Напала Или Что-то В этом Роде Ну-ка Давай О Что-то Сейчас Должно Произойти А Вон Лопата Ребят Смотрите Пошла Прочь Шавка Кто Это Еще Такой Здесь Пошла Прочь Шавка Что Происходит Сбышек Господи Что Ты Делаешь Как Ты Думаешь Что Я Делаю Копаю Репу Эта Тварь На Меня Набросилась Это Случайная Немоська Собака Мясника А Это Не Его Тело Да Это Он А Причем Тут Это Как Причем Она Защищает Видимо Своего Хозяина Правда Уже Мертвого Но Так Я бы сказал Что бедняга Просто защищает Своего Хозяина Ты же не Пытаешься Грабить Его А тебе Какое Дело Чем Я Занимаюсь Что Ты Здесь Делаешь Хочу Похоронить Своих Родителей Я Пришел Похоронить Своих Родителей Так Похрани Их А меня Ставь Поко Одолжи Мне Лопату Ребята Нам Нужна Лопата Ты Не Одолжишь Мне Свою Лопату Мне Нужно Выкопать Могилу А Я Не Могу Найти Другой А Что Ты Мне За Это Дашь Я Вижу У тебя Неплохой Меч Я Сразу Поменяю На Него Мою Лопату Между Прочем Откуда Он У тебя Это Для Пана Ратсига Мой Отец Выковал Его Для Пана Ратсига Я Должен Передать Меч Ему Он Не Продается Тогда Иди И Копай Могилу Своим Мечом Посмотрим Что У тебя Получится А Где Ты Собираешься Копать Здесь Ты Не Собираешься Хоронить Своих Родителей В Не Священном Месте Да Отец Хотел Чтобы Его Похоронили Здесь Отец Хотел Чтобы Его Похоронили Здесь Я Не Могу Отнести К Церкви Ситого Иакова Да С Бог Позже Я Найду Священника Которая Светит Землю Я Помешал Тебе Грабить Мертвых Я Помешал Тебе Грабить Мертвых Вот Почему Ты Так Разозлился Ты Ублюдок У тебя Осталась Хоть Капля Совести И Что Из Того Монеты Мяснику Больше Не Понадутся И Чем Больше Делить Участь Мясника Ты Сможешь Дотронуться До меча Когда я Вокну Его В твое Брюхо Драться Что Ли Так Куда Куда А Лопатка То У нас Забираем Отлично Собачка Блин Боюсь Подходить Полегче Малыш Ты Меня Знаешь А Твоему Хозяину Это Уже Больше Не Нужно Так Ребята Гроши 8 и 9 Неплохо Так Колбаса Соль И сушеное Мясо Забираем Все Абсолютно Ребятушки Так Ну а теперь Пойдемте Уже В конце Концов Похороним Родителей Так Выкопай Могилу Подлипой Вопрос В том Где Это Липа У меня Сейчас В данный Момент В голову Приходит Только Одна Мысль Помните Наш Дом Где Был Там Стояло Большое Дерево Вот Оно В принципе Отсюда Даже Виднеется Вон Оно Скорее Всего Нам Нужно Идти Туда Хотя Может быть И не Туда Но Это Единственное Большое Дерево Хотя Вот Впереди Тоже Дерево Ну Зачем Он Будет Просить Чтобы Где То Там На Окраине Когда Мы Можем У себя Именно Возле Домика Ладно Давайте Ребята Мы Так Вот Она Дорожка Вот Она Кузница Отцовская И Вот Дерево Это Хорошее Место Вам Здесь Понравится Так Понятно Но Остается Только Здесь Где-то А Вот Где Подождите Ребята Нужно Внимательно Начать Копать Вот Вот Оно Это Местечко Вот Она Липа Все Выкопали Мы Короче Ух ты Песик К нам Подошел Итак Пора За дело Тихо 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 Продолжение следует... Ну, какой же ты хлюпенький, даже поднять не можешь, ё-моё, а? Индра. Как же мне это сделать? Тебе нужна помощь? Опа-на. Это он? Да, видишь меч? Кто вы? Что вам нужно? Взбышек ты? А ты, как думаешь, кто мы? Монахи-францинсканцы. Мы здесь для того, чтобы тебя ограбить, и мы заберём всё, что у тебя есть, и в первую очередь твой меч. Даже думать забудь, это меч моего отца. Вот его, что ли? Не думаю, что он ему теперь нужен. Послушай, паренёк. Отдашь мне меч, и я, может быть, тебя отпущу. Откажешься, присоединишься к своей родне. Оставьте меня в покое. Убей его, коротышка. Ага, прикончи, гадёныша. Как хочешь. Я мог бы отделаться пару выбитых зубов. А-а-а! Так, ребята, у меня оружие-то снято. Я же снимал оружие. Блин, нужно надеть. У меня этот факел грёбанный в руке, по-моему, да? Так, ладно, у меня есть, надеюсь, время. Хе-хе. Так-так-так-так-так, давайте-ка быстренько возьмём меч. Нет, этот, наверное, мы не будем с вами брать. Нам нужен другой, другой. Так, вот, меч оруженосца как раз подойдёт нам. Так, ну, теперь, я, ребят, не знаю, как мы сейчас будем драться. Там их целая куча, а я один. Жесть какая-то. Так, сытость у меня всё пока хорошо. Здоровье, вроде бы, тоже не хромает. И покушать я ничего не могу, к сожалению. Так, ладно. Тут у нас ничего хорошего нет. Ой! А какого лешего-то? Я даже пикнуть не успел, ребят. Офигеть! Чё, убили, что ли, Галя? О, щет. Что тут происходит? Ну, вот так вот, Индра, блин. Я говорил тебе, чем это закончится. Нужно было меня слушать. Отличная работа. Гетману понравится. Он новый, да? Это новое, да? А теперь пусть попробуют кровушки. Держу пари, твой отец, и думать не мог, что это будет твоя кровь. Наверное, сейчас я должен сказать что-то особенное. Старик бы нашёл пару слов, но я простой головорез. Ты помогал его ковать? Наверняка. Какая незадача, умереть от меча, который ты помогал ковать? Умереть от меча, который ты помогал ковать. Эй, козлолюбы! Здравствуйте, приехали. Игры закончились. Перебейте этот сбрат! Чёрт возьми! Да чтоб меня! Вау! Хе-хе! Вот так-то, ребятушки! Я уже думал, всё, хана нам. Ух! Ну нет. Ты отдал меч Панорадской кобылы. Возвращение домой. Дип Сельвер представляет Вархор Студио Продакшн 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Все мертвы? Все. Все, кто дорог сердцу был. Одного из братьев моих в шахте убили. После такого, зачем мне жить было? Не говори так. Всегда есть надежда. Нет ее. Но это и не важно. Я теперь совсем другая. Как ты меня нашла? Как тебе удалось меня спасти? Тебе повезло. Я в Скалице была и увидела там взбышека и его головорезов. Я пыталась их отвлечь, но толку бы не было. Не везь туда воины из Талинберга. Они искали тебя и спугнули разбойников. Они искали меня? Искали меня? Да. Их пан Дивиш послал, а за главного был сотник борек. Ты скажи, зачем такой знатный господин вдруг ищет кузнеца? Пан Дивиш обещал пану Рацику, что за мной присмотрит. Но зачем ему это нужно? В толк не возьму. Так, я устал. Сил нет больше. Оно и не удивительно. Я тебе воды принесу и еды. А ты пока отдыхай. Ты все еще очень слаб. Еще немного позже. Доброе тебе утро. Как сегодня наш болезнный? Я так хорошо себя не чувствовал с тех пор, как меня колесовали на городской площади. Вот ты и шутить снова начал. Знать полегчало. Мой дядя будет рад это услышать. Мне и так пришлось постараться, чтобы он разрешил тебя сюда привезти. Залежись ты еще немного, и он бы и правда тебя на площадь выбросил. Можешь оставаться, пока другое жилье не найдешь, но учти, дядя просил платы за то, что взял тебя и выхаживал. Хватит мне тут лежать. Дядя рад, конечно, будет одним голодным ртом меньше, но достаточно ли ты поправился? Достаточно, чтобы знать, что делать. Где пана Ратцика найти? Он в Нижнем Замке, в Пиркштайне. Гостит у пана Ганнуша из Липы. Но тебя, человека простого, туда так просто не пустят. Я знаю пана Ратцика, и я ему меч не принес, как должен был. Мне надо его видеть. Как знаешь, но сперва поговори с моим дядей. Ты две недели с лишним в койке лежал, а он лекарю платил за лечение лекарства. Ты ему уже немало задолжал. Я две недели тут лежу? Боже правый. Лучше две недели в постели, чем вечность в могиле. Если бы не мой дядя, тебя бы тут вообще не было. Так, я вам жизнью обязан. Я вам обоим жизнью обязан. И в долгу не останусь, даю слово. Хорошо, только поешь, пока в город не пошел. Ты еще слаб, на столе есть еда. Так, отлично. Мельница врата и стала вашим новым домом. Вы можете поспать здесь, когда пожелаете, и хранить тут свои вещи в сундуке. Содержимое сундука будет доступно для вас во всех ваших домах или снятых комнатах. Ух, шикарно. Так, сладкая лепешка. Так, и у нас новая задача, вернуть себе меч отца. Все лепешки стырили. Так, а вот у нас, ребята, по ходу дела и сундук. Так, это все, что в сундуке, или то, что у меня в руках, а, ребят? Кто мне подскажет? Сколько у меня всякого хлама с собой, а? Оу, карта сокровищ. Да еще, причем их здесь первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Так, и гроши. Так, я не врубился, но... Ну-ка, подожди. Давай-ка проверим инвентарь у себя. Если он пуст, то, естественно, у нас... Возьмите... А, возьмите свои вещи в сундуке. Да, ребята, это были вещи в сундуке. Поэтому забираем, естественно, все. Так, это гроши. Как же я без грошей-то? Штаны, блин, я не знаю. Вот карты мы точно заберем. Ключи мне нафиг не нужны. Так, воротник. Крапива, блин. Давайте вот это заберем. Латы. Так, отмычки обязательно заберем. Возьмем, наверное, с вами перчаточки. Повязки возьмем тоже все. Так, каску. Вот это. Спасательный шнапс, естественно. Как же без него? Блин, я не знаю. Тут этих хлеб хрен. Нафиг это? Ну, вот сыр можно, в принципе, взять. Потому что он хорошо питает. Так, тисаки. Это, наверное, нам все не нужно. В данный момент, ребят, я думаю, что это нам не пригодится. А если даже пригодится, мы сможем сюда прибежать и забрать. Так, ключ кулыша. Зачем это нам все нужно, да? Так, по-моему, все, ребята. Из оружия. А, меч оруженоса, естественно, заберем. Ну, и давай стрелы возьмем. Ну, и тесачок прихватим на всякий случай. Так, ну, вроде бы как и все. Я не знаю. Из еды. Да ладно, в принципе, соль возьмем. Ну, потому что мало ли там, где рыбку поймаем или еще что-нибудь засолить. Согласитесь. И колбаски. Так, может, пару кредельков сейчас прихватить. Сейчас опять. Так. Рогалики. И у нас тут еще мясо сушеное есть. Все. И похлебку. Да, ребята, по-моему, все на этом. Нам пора поговорить с дядюшкой по душам. Надо будет ему еще как-то долг отдать. Так, а мы с вами находимся вот здесь. Ух, как далеко-то. Вот сюда нам нужно, к пану Рацигу, попасть. Но в то же время нужно поговорить с мельником. Так, ладно. Что у меня там? Ага, я хочу кушать опять. Заурчало в животе. Так, давайте, наверное, мы с вами перекусим маленькое. Так, давайте есть кредельки. Сейчас опять наедимся с вами от пуза. Чтобы были толстыми и неповоротливыми. Давайте лепешки тоже поедим. 97. Сытости у меня уже. Так, давайте сыра. О, 107. Замечательно. Опять наелся до пуза. Переедание. Да. Так, ну и теперь, естественно, будем с вами, ребятушки, одеваться. Довольно неплохая накидочка, да? Так, латники обязательно. Так, что нам еще нужно? Так, сапоги. Ну, это, по-моему, Бичевский. Так, вот это наденем. Так, шлем. И перчатки. Так, подожди, а почему ботинки? Надо ботинки одеть, е-мое. Вроде бы как, все. Так, у нас здесь... Ага. Штанишки только одни. А, нет, вот еще ребята есть. Давайте заберем их. Мы же не будем с вами бегать на голую ногу. Хе-хе-хе. Как-то некрасиво получается. Так, давайте оденем. Где эти штаны наши? Доспехи. Так, вот они. Оливковые шоссы. Ну, что же. Все. Новые знания летописи. Что ты там хрюкаешь? Давай пообщаемся лучше для начала. Меня зовут Эндридж. Спасибо, что присмотрели за мной. Меня зовут Пешик. Я тут мельник. Тереза моя племянница. Она ухаживала за тобой две недели, пока ты болтался между жизнью и смертью. И, кстати, о смерти. Пока ты был болен, ты здорово задолжал костоправу, который приходил отпаивать тебя зельями. Ох, и много же он дерет. Я заплатил ему, что мог, но на тебе долг. Ясно. Что ж, лучше быть должником, чем трупом в канаве. Сколько я должен? Я работы не боюсь. Разгребая навоз, ты с ним не расплатишься. У меня может найтись для тебя дельцы, но с ним не каждый справится. Докажи, что ты умный парень, и я предложу тебе способ заработать серьезные гроши. Что скажешь? Так, ну-ка, давай-ка возьмем первый с вами. Что тебе от меня нужно? Пустячок. Забрать кое-что у кое-кого и принести это кое-кому другому. И не попасться. И впрямь не сложно, кроме не попасться. Кто будет меня ловить? Не волнуйся, это обычная работа. Только для нее требуется человек с определенными склонностями. Ты боишься трупов? Странно. Честный человек трупы не трогает. Это работа палача. Ты что же думал, я дам тебе мотыгу и отправлю в поля? Нужно кое-что раскопать. Скажи мне, ты будешь прятаться за глупыми правилами или готов на необычную работу? Что-то здесь неладно, ребята. Хм. Расскажи подробнее. Я был готов почти ко всему, но это как-то слишком. Что ж, расскажи подробнее. Слушай, мой приятель Войтек, мельник из Кухельницы, приглядел себе одно колечко. Беда в том, что это колечко зарыли вместе с тем бандитом, который его носил. Господи Иисусе, ты хочешь, чтобы я выкопал труп, снял с него кольцо и отнес твоему приятелю кухельницу? Для тебя нет ничего святого. Гроши важнее принципов. Разбойник мертв. Ему кольцо не нужно. А вот тот, кто первым придумал, что не по-божески беспокоит трупы, никогда не читал Библию. Это просто тело человека, только без души. Как можно питать отвращение к тому, что создал Господь? Нет, я не буду рисковать добрым именем. Говоришь ты красиво, но дело замыслило не доброе. Я не буду этого делать. Моя честь дороже грошей. Что ж, я предложил тебе возможность отработать долг. Не думай, что я его просто так спешу. Я хочу получить свои гроши. И скоро, а не то я превращу твою жизнь в ад. Ну что ж, мои дорогие друзья, давайте на этой ноте, пожалуй, я и буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. А на этом все. Всем пока. До скорого и удачи вам, ребят.